Да, в жизни все меняется, может что-то поменяться, ну что же делать? Я тоже очень многие профессии освоил, вот из моей памяти, значит, смотрите, кем я работал. Я работал почтальоном, так, я работал стропольщиком, так, я работал официантом, так, я работал в метродотеле, так, замдиректором, потом менеджером, потом главным менеджером, потом генеральным директором. Это вот то, что я вспомнил, это то, что я вспомнил, это вот сколько у меня, 5 и 3, 8, 8, 8 специальностей, 8 профессий, которые я освоил за свою жизнь. И вот сейчас блогер девятая, да, девятая жизнь Дона Симона. Ну, так, и самое интересное, я говорю, если бы мне это не нравилось, я бы этим не занимался, если мне это нравится, то я это буду делать, вот, тут. Это то, что вспомнил, может, еще что-то было. А, ну, продавцом там, ладно, это я с Андрюхой тоже работал продавцом, продавцом работал, да. Грузчиком работал, блядь, да, тоже с Андрюхой. А мы на овощной базе разгружали такие фуры, мы такие пришли с Андрюхой, слышишь? Такие думаем, да ладно, фигня, ща раскидаем, короче. Приходит фура, ну, фура огромная. Сейчас раскидаем. А там, знаешь, там мешки с капустой, там, не знаю, там мешки с морковью, там, я не знаю, с картошкой. Мы такие стоим все с Андрюхой, и там два мужика, алканавты с нами, ну, типа, они давно работали. Они такие, ну, чего, вперед, ребят, давайте. Мы такие смотрим, думаю, ну, нихрена попали, блин. Ну, мы, конечно, разгрузили все это, сделали там все по красоте. Но у нас хорошая директриса была, это такая женщина, ну, видно еще с советских времен. Она молодец, она там за каждую фуру нам еще денег давала. И там мы все время домой с продуктами уходили. Там и куры, там у нас помидоры, там овощи, фрукты, там все полностью все упаковано все было. Мы еле там домой доходили, там с этими сумками. Ну, заебаные, конечно, блядь, но... Ну, по крайней мере, в те советские времена у нас были деньги, у нас были продукты. Да. И она нам всегда давала самые классные лотки. И на речном вокзале у нас там, ну, он и сейчас этот работает, торговый центр, его, конечно, переделали, там все, понятно. Но у нас самые козырные места прямо около метро стояли. Мы стояли с Андрюхой, все, у нас лотки стояли, зонты стояли, там все. Да. Да. Профессия продавца еще была. А, ну, про бармена я забыл. Барменом я еще работал. Ну, до хрена, я кем работал. Да. Жизнь помотала. Да. Так. Шел, ну, прекращай, ну. Ну, рестораны дали, дали, да, да, да. Рестораны дали, самое главное, это общение, это коммуникация, это, скажем так, прямое общение с человеком, которому что-то нужно, и от тебя что-то зависит. Вот, то есть, если ты это делаешь красиво и хорошо, и ему это нравится, всегда были чаевые, всегда были чаевые. У меня, у меня всегда были чаевые, большие, очень много, очень много. У меня всегда была бумажка, я всегда записывал свои доходы, расходы, я понимал, там, на каком я свете, там, все. Ну, я копил, да, я копил на хату, на квартиру, и накопил, и купил. Да, и я это сделал. Да, немножко подзанял, потом отдал, там, понятно. Но я это сделал. Ну, и с машиной точно так же было.